Шатер был сердцем благотворительности в месяц Рамадан. Его установили во всех городах и районах республики. Только в Махачкале он накормил более 100 тысяч постящихся. Цифра в 100 тысяч постящихся это каждый день, если брать в масштабах всего Дагестана. Одни из крупных львтаров прошли в Кизелюрте, Буйнакске и Дербенте. Коллективные разговения были организованы в других городах и районах республики. Благотворительные акции присоединялись как простые люди, так и меценаты, чиновники и даже люди других конфессии. Сила Дагестана, сила дагестанского народа, сила велики в единении. Крупные мероприятия прошли в духовном центре. Почти каждый день внутри строящейся жемчужины Дагестана, мечети имени пророка Мухаммада, собирались тысячи жителей разных районов и наций. В таком месте, в такой месяц, барракатный для всего Дагестана. Муфтият охватил такими ифтатами весь Дагестан. Я специально приехал на это мероприятие с утра. Я находился в другой республике Северного Кавказа. Узнав об этом мероприятии, приехал, чтобы быть рядом со своим народом. Мне очень приятно здесь находиться, видеть такое сплочение. Помимо этого, на дорогах республики сотни волонтеров раздавали финики и воду. В этой акции приняли участие студенты, полицейские и первые лица республики. Только фонд Инсан раздал за этот месяц более 350 тысяч бутылок воды с финиками. В этот благословенный месяц раздали также более 15 тысяч коробок добра. Это продукты первой необходимости. Их получили около 6 тысяч нуждающихся семей. Пусть счастье, которое сегодня вы принесли в мой дом, будет и в ваших домах. Пусть ваше здоровье будет крепким, чтобы вы и дальше могли продолжать добрые дела. Дай Аллах вам здоровья, счастья в личной жизни. В акции отдельно принимали участие спортсмены, блогеры, артисты и другие медийные люди. Они закупались в магазине продуктами и отвозили их в дома нуждающихся. Брошенная женщина, брошенная не одна, а с детьми. И не один, не два, а трое детей. Дети-инвалиды. В священный месяц помимо шатров, еду на разговение доставляли прямо до дома в различные организации. Например, Ифтаром угостили сотрудников скорой помощи. Детские дома и дома престарелых не остались без внимания. Подарками и аниматорами обрадовали и маленьких тяжелобольных детей. Больных онкологией. Одно из крупных мероприятий прошло накануне Дня Победы и праздника Ураза Байрам. Республиканский фестиваль в конно-спортивном клубе Ватан. Выставки, представления, аниматоры, розыгрыши. Ну и самое зрелищное – конные скачки. Ну а самое значимое для Дагестана событие состоялось в Цумадинском районе. Тысячи верующих в благословенный месяц Рамадан увидели частичку самого посланника Аллаха, мир ему. Его святой волос и личные вещи. Нет слов даже. Вообще спасибо большое. Вот так вот привезли. Вот так вот можно женщинам пойти, посмотреть, увидеть. Вот это все, сабля, вот это все. Этот месяц был насыщен событиями, добрыми делами как отдельных людей, так и целых организация. Рекордные цифры благотворительности. Тысячи счастливых улыбок. Нельзя забыть, конечно, и о закате, то, что фонд Исан именно в месяц Рамадан в приеме распределения заката Аль-Фитра и основного заката четвертого столба ислама в течение всего месяца Рамадан фонд распределил более 15 миллионов рублей. Это тоже несколько тысяч семей, которые получили помощь именно в месяц Рамадан. Дагестан не перестает удивлять своей сплоченностью, щедростью и добротой нрава. Огромное спасибо этому фонду за то, что вы так поддерживаете репутацию Дагестана на высоком уровне. Это на самом деле здорово. Хочу отдельные слова благодарности выразить в адрес мной многоуважаемого муфтия шейха Ахмададжи, который нас всех объединяет, создает такие условия, чтобы мы могли быть полезными друг к другу. Я вам не горжусь, алхамду лиллах. Я очень рад тем, что у нас такой сплоченный джамаат. Дай Аллах вам долгих лет жизни, здоровья, благополучия. Хамзанур Магомедов, Ислам Хариков, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.